11 мая на трассе здоровья столкнулись два электросамоката, а в результате один человек серьезно пострадал. Об инциденте стало известно 20 мая, когда опубликовали видео с камер наблюдения. Неподалеку от ресторана Глечик не разминулись двое мужчин на самокатах. На кадрах видно, что один из них резко преграждает путь другому. Мотивы его до сих пор неизвестны, в отличие от диагноза пострадавшего. Доставлен скорой помощью. В тяжелом состоянии у пациента выявлена тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа, ушиб мозга. В ургентном порядке прооперирована, удалена эпидуральная гематома. На данный момент в больной сознании состояние его стабильное. Пластина ему нужна будет обязательно. То есть при удалении эпидуральной гематомы у него дефект черепа, который в дальнейшем придется закрывать. Пострадавшему 21 год, он уже в сознании, может самостоятельно передвигаться после установки пластины. Ему предстоит регулярно наблюдаться у невропатолога. Общаться со СМИ парень не захотел. Вместо него вышла его супруга, но и она на комментарии была скупа. Говорит, хотим понять мотивы второго участника аварии. Единственное, что мы бы хотели, это узнать с его стороны, что произошло. После инцидента в мэрии вновь заговорили о возможных ограничениях на трассе здоровья. Чиновники раздумывают, как запретить движение по ней электротранспорту или обязать прокатчиков самокатов и скутеров ограничить скорость их движения. Продолжение следует...